Всем привет, это Таня Зевс, ребят Сегодня 15 число 2015 года Несмотря на то, что мы вчера проиграли У меня настроение хорошее Сегодня есть замечательные матчи Вчера она, конечно, немножко подиспортилась Но думаю, что будет все хорошо Надо просто собраться и начать браться, как говорится Первые игры, они тяжелые, тем более карта The Nuk Вот, в принципе, анализ этой игры сделаем попозже Сегодня у нас много интересных игр И поэтому сегодня мы сделаем прогнозы, конечно же Но давайте проанализируем вчерашние прогнозы Что было так, что было не так И насколько мы были правы Смотрим Итак, значит, начнем мы все это дело, ребят Наверное, с того, что играла команда 3D Max с немчиками 3D Max выигрывает уверенно Ну, НИПы, естественно, разбираются уверенно с ГГВП 3D Max уверенно выигрывает 2-0 по картам у немчиков Мои КПВ И Титаны на Тусвинцера Ну, я говорил, что этот матч 50 на 50 Да, счет, конечно, не 16-14 Уверенно выиграли Титаны Но, опять-таки, ребят Некоторые раунды, которые бы брали бы мы Игра могла бы пойти совсем по-другому Но, к сожалению, мы их не брали И поэтому такой счет Ну, этот матч был неоднозначен Я предупреждал сразу же вас Поэтому советовал вам вначале посмотреть Как ребята играют, в какой форме А потом, хотя, вот, допустим, после вчерашней игры Непонятно, сегодня Есть ли смысл, опять-таки, ставить Делать ставку против команды Epsilon Потому что игра будет жесткая Потом НИПы Epsilon Ну, я говорил о том, что НИПы Эпсилоны поборются Но НИПы все-таки 2-1 по картам должны забирать Так и произошло НИПы все-таки Если открыть быстро эту игру Вот мы видим, что НИПы Проиграли на Инферно Но потом 16.2, 16.3 Уверенно разобрались на двух других картах Затем у нас Дигнитас MaxMG Ну, понятно, что Дигнитас Сейчас в неплохой форме И Дигнитас уверенно разбираются 16.9, 16.1 Вот Вот такие вот прогнозы Ну, теперь возвращаемся, ребят К непосредственно сегодняшним играм Итак, смотрим Сегодня у нас Epsilon GGVP Ну, здесь уверенная победа Epsilon Должна быть, естественно И можно, думаю, даже лить топ Хотя коэффициент совсем маленький будет Мы это понимаем Ладно, дальше идет у нас ESA Penta Вот здесь, конечно же, непонятная для меня игра Потому что Не могу сказать, что ESA должны быть фаворитами В этом матче Но не могу сказать То есть, здесь, наверное, ребят Конечно, 55 в пользу ESA 50 буквально 5% То есть, Penta может спокойно Не только побороться Они даже могут потащить этот матч Я вам признаюсь Поэтому Давайте поставим 55 в пользу ESA Но Если вы чувствуете, что не нужно делать То у вас держитесь От этих ставок на этой игре Ну, 55% в пользу ESA Дальше у нас Nip и Dignitas Вот здесь тоже, конечно же Очень нестандартная ситуация Тоже вот Матч неоднозначен Потому что Сейчас мы посмотрели, что И Dignitas в хорошей форме И Nip и, в принципе, неплохо Все-таки Несмотря на то, что они проиграли Вшер одну карту Смогли собраться Наверное, я Поставлю на Nip'ов Опять-таки 55% Ребят То есть Думаю, что изначальное преимущество Должно быть у Nip'ов Но Dignitas могут тоже взять И выиграть спокойно этот матч Но 55% на Nip'ов Ставлю в этой игре Думаю, что будет 3 карты Не знаю Ну, вот почему такая вот чучка Посмотрим Дальше у нас идет Flipside Union Это Команда с Фрисом СМФ Ну, мы видим, что неплохой состав У этих ребят Такие То, что как бывшие MaximG Или кто это такие Не могу понять Но Смысл в том, что все-таки Flipside И тут одна карта Играет CDNuke Ну, вы знаете Наверное Наверное Я Даже не знаю Поставлю на Flipside Может быть тоже там Ну, вообще, да Игра 50 на 50 На Flipside Можно поставить там 55% Мне они больше симпатизируют Чем эти ребята Непонятно Кто из них победит Но, опять-таки Вот поставлю немножко На пользу Flipside То есть Я думаю, что Игра Может быть любой исход этого матча Но, почему-то Мне кажется, что Небольшое Изначальное Маленькое преимущество У Flipside Вот так вот я сделаю Дальше у нас Идет Natus Vincere Epsilon Вот здесь, конечно же Тоже вот Интересный матч Но, во-первых Скажу вам по секрету Мы не будем играть Карты Такие, как Карту Инферно И карту Кэш Мы эти карты Играть не будем Мы Я думаю, что Готовы играть с этими ребятами Карту Дэдас 2 Мы готовы с этими ребятами Играть карту Дэмираж В крайнем случае Мы даже сыграем Кобл Ну, в принципе Нюк И Оверпасс В принципе Тоже играем Мы вчера видели Что нюк Мы играли Вот Ну, если честно Мы эти карты тренировали Но У нас пока не сильно На них получается Не ясно почему Ну, может быть Это связано с тем Что у нас Сейчас действительно Смена капитана И новые стратегии Новое понимание КС Поэтому Действительно Сразу Вот Моментально Ничего не будет Но на этом матче Я Честно поставлю Вот Несмотря на то Что мы вчера фигово Сыграли 55-60% На нас То есть Вот я считаю Что 2-1 по картам Должны по идее Тащить И должны выиграть Этот матч Но Мы знаем Что эти ребята Тоже Непростые Они тоже Сейчас В неплохой форме И тут есть парень Скримчик И знаем Что Ребята могут Но Вот поставлю На нас Посмотрим Что из этого Получится Вот Сделаю Вот такой Проказ Дальше У нас идет Virtus.pro Mouseports Virtus.pro Mouseports Ну Здесь Карта Denuke Ну Наверное Все таки Virtus.pro Должны Собраться Я не знаю Как Сейчас В какой По форме Ребята Но я видел Что и Тастримил И Паша И то Что Парни Играют И вроде С ними Недавно Праки Играли Короче Поставлю Да 60 Где-то 5 Процентов 65 Процентов На пользу Virtus.pro 65-70 Процентов По идее Они должны Выигрывать Моу Спорт Все таки Зачем Проигрывать Этот матч Вот Поставим Изначально Так Дальше У нас Идет Вот эта Команда Не будем Даже Делать Прогнозы На вот Cloud9 Liquid Тут У Liquid Теперь Новый Тренер Это Будет Warden Но я Думаю Что Cloud9 Должны Наконец-то Взять Собраться И Потащить Короче Поставлю На Cloud9 Хоть Они Проиграли И Ни Тигера У них Не Получилось Но Поставим 55% На них Все таки Должны Ребята Собраться Ну Наверное Вот Так Мой Прогноз Что Warden Joint Liquid Да Котч Тренером Он У нас Присоединился Ну Собственно Говоря Вот Такие Прогнозы Ну Что Это Был Даня Зевс Сегодня Играем Снова Мы Команда Na'Vi Поддерживайте Нас Болейте И В любом Случа Ребят Вы ставите Свои Деньги Своё оружие Свои ставки И поэтому Будьте Осторожней И Слушайте Грамотных Аналитиков Но так же Делайте Ребят Свои выводы Все таки Рассуждайте И Старайтесь Не проиграть Желаю вам Удачи Ребят Всем пока Это был Даня Зевс Редактор субтитров Корректор А.Кулакова